Необъятные просторы нашей страны не смогли захватить ни Наполеон, ни Гитлер, зато теперь это делает другой враг – борщевик. Если он будет расти повсеместно, его точно можно будет назвать угрозой номер один со стороны растительного мира. Скорость, с которой он захватывает все новые и новые территории, приводит в ужас биологов и экологов. По прогнозам, к 2060 году он может занять всю территорию Центральной России, но это еще и очень ядовитое растение, чей яд особенно опасен при ярком солнечном свете. О нем ходят множество легенд – это биологическое оружие ЦРУ, чтобы развалить наше сельское хозяйство. Это месть Сталина, непослушной Европе, такая версия особенно популярна в европейских странах. Ошибка селекционеров – результат необдуманного скрещивания камчатского и кавказского борщевиков. В этом ролике мы попробуем разобраться, откуда взялся борщевик, расскажем о его свойствах, о которых вы точно не знали, а в самом конце ответим на вопрос, как от него избавиться и что делать, если яд попал на кожу. Мы старались, поэтому не забывайте поставить нашему ролику большой палец вверх и приятного просмотра. Осознание. Он не боится холодов, радиация способна расти даже в Заполярье. Всего одно растение выдает до 100 тысяч семян, которые могут таиться в земле до 15 лет, и только потом прорастать. Попытки уничтожить обычными способами приводят к тому, что у него, как у мифического змея Горыныча, отрастают сотни новых голов. А еще он вымахивает до 5 метров, его листья достигают полутораметровой длины, а крылатые семена способны разноситься за десятки километров. Научное название этого гиганта – Гераклиум. Да-да, в честь всем известного античного Геракла. И вот что интересно. В 1951 году в СССР опубликовали «День трифидов» Джона Уиндема в переводе Аркадия Стругацкого. Там тоже, на первый взгляд, полезная суперкультура внезапно вырвалась из-под контроля и превратилась в захватчика территорий и жизненных ресурсов. По странному совпадению, примерно в это же время в СССР проводилось внедрение сверхурожайной кормовой культуры – борщевика. Совпадение? Не думаю. Ни одна из этих версий не подтвердилась. В конце ролика мы расскажем реальную историю этого растения. Хотя борщевик действительно уникальное биологическое оружие. У него практически нет конкурентов в растительном царстве, поэтому он постоянно вытесняет другие виды, в том числе ценные культуры. Но кроме того, борщевик содержит опасные соединения из группы фуранокураминов, которые лишают кожи защиты от ультрафиолета. Причем достаточно лишь прикоснуться к этому растительному монстру, чтобы сок попал на кожу. Опасность в том, что проявляется действие кумаринов не сразу. Может пройти от нескольких часов до суток, прежде чем на коже начнут появляться сильнейшие ожоги, которые оставляют долго не заживающие рубцы. Особенно сильные ожоги получаются при ярком солнце. Но и это еще не все. Повреждение фуранокумаринами происходит на уровне ДНК. Сок борщевика вызывает мутации, кроме того, он угнетает деление клеток. И вот это растение использовали в качестве кормовой культуры? Не смахивает ли это на биологическую диверсию? Поделитесь в комментариях. Но давайте не будем торопиться с выводами. Недавно в Петербурге прошла научно-практическая конференция, на которой борщевик назвали растением будущего. Нет, это не черный юмор. В том смысле, что в случае глобальной катастрофы борщевик – один из претендентов на выживание. Хотя это действительно так. Но на конференции говорилось совсем о другом. О том, что это растение – источник уникального биотоплива, сырье для множества лекарств, дешевой целлюлозы и пластмассы. Мало того, оно способно очищать почву от радиации, и, наконец, при помощи борщевика можно решить продовольственную проблему. Позвольте, а как же ядовитые и мутагенные кумарины? Оказывается, и эта задача решается в два щелчка. Но давайте обо всем по порядку. Вашему вниманию 7 полезных свойств борщевика. Первое. Биотопливо. Даже при средней урожайности 70 тонн зеленой массы с гектара из всего произрастающего в Российской Федерации борщевика можно произвести не менее 240 миллионов тонн биоэтанола. Для сравнения, в прошлом году Россия добыла 549 миллионов тонн сырой нефти. То есть, как минимум, половину горючего в Российской Федерации можно было бы получать из борщевика. А если учесть, что он дает не 70, а 200-250 тонн массы с гектара, то получится фантастическая цифра. Кроме того, использование биоэтанола в качестве моторного топлива позволит снизить выбросы парникового газа диоксида углерода. То есть, в нашем распоряжении экологичное и дешевое топливо. Также из борщевика можно получать древесный уголь для бытовых нужд. Второе. Сахар. Сок борщевика содержит до 31% сахаров. Для сравнения, в сахарном тростнике 18-21%, в сахарной свекле 24% сахаров. Получить сахар из него можно таким же способом, как и с сахарного тростника. Кроме того, борщевик в 4 раза урожайнее сахарного тростника дает до 250 тонн зеленой массы на гектар и прекрасно растет в наших условиях. По подсчетам ведущего научного сотрудника ФГБНУ Института экспериментальной медицины кандидата биологических наук Владимира Сысоева, можно получить порядка 350 миллионов тонн сахара со всех насаждений борщевика в России. Это при средней урожайности, а при высокой – до 1070 миллионов тонн в год. Урожайность борщевика выше, чем и у сахарной свеклы. При том, что Россия, потребляя около 6 миллионов тонн сахара в год, вынуждена импортировать часть скубы, так как своей сахарной свеклы не хватает. К тому же свекловичный сахар гораздо затратнее в производстве. Сильное заявление. Третье. Целлюлоза. После отжима сока, который идет на производство сахара или биотоплива, отжатая масса все еще имеет большую ценность, ведь она содержит много целлюлозы. Согласно исследованиям борщевика, проведенным в Сыктывкаре, в растении содержится целых 39% целлюлозы от сухой массы. При щелочной варке удавалось выделить в среднем 67% целлюлозы. Таким образом, даже при средней урожайности с одного гектара борщевика можно получить до 25 тонн целлюлозы. И вот что важно. В сухом виде стебли растения никакой опасности для человека не представляют. Борщевичная целлюлоза очень прочна на разрыв и идеально подходит для производства пороха. Неожиданно? Дальше еще интереснее. Четвертое. Очищение почвы от радиации. Существует метод очистки почв от тяжелых металлов и радиоактивных элементов под названием фиторемедиация. Среди растений, способных очищать почву от радиации, борщевик – рекордсмен. Растение любит влажные почвы и, вырастая до 3-5 метров в высоту, представляет собой мощный насос, выкачивающий воду со всем, что в ней растворено из почвы. Пятое. Лекарства. Выделенные из сока борщевика токсичные фуры кумарины и эфирные масла – высококачественное сырье для фармацевтической промышленности. Способность кумаринов замедлять рост клеток может использоваться для борьбы с раком. Исследования ученых Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева показали, что слаборазбавленный сок борщевика можно использовать в качестве природного биогербицида для уничтожения сорняков на полях, а сильно разбавленный, наоборот, как стимулятор прорастания семян культурных растений. Наш канал, конечно, не борщевик, но у нас есть много материалов по оздоровлению, лучшие практики по саморазвитию, по достижению своих целей и желаний, по семейному счастью. Шестое. Мед. Борщевик – прекрасный высокоурожайный медонос. Пчелы собирают до 300 килограммов меда с одного гектара. Пыльца растения не содержит ядовитых кумаринов, хотя, как и пыльца других растений, может вызывать аллергию, но мед из борщевика ничем не уступает по качеству другим видам меда. Хотели бы попробовать борщевичный мед? Седьмое. Высококачественные корма. Директор инновационной фирмы «Каприкон» Павел Казбан утверждает, предварительные экономические расчеты показывают, при широком использовании борщевика сосновского, уже растущего в нашей стране, потенциально можно увеличить совокупное стадо крупного рогатого скота с 19 миллионов голов до 118 миллионов. В РСФСР в 1987 году оно составляло 60,5 миллионов голов. Россия станет крупнейшим мировым экспортером мясомолочных продуктов. При правильной сушке и термической обработке в борщевике не остается опасных соединений. К тому же в конце 80-х советскими учеными был выведен сорт борщевика сосновского, в котором содержание кумаринов было сведено к минимуму. Такой борщевик даже не причинял ожогов. Но после развала Союза этим никто уже не занимался, и борщевик вышел из-под контроля. Так откуда все-таки появился борщевик на наших просторах? Этим мы обязаны ученому Петру Вавилову не путать с Николаем Вавиловым. На определенном этапе борщевик действительно решал продовольственную проблему, потому что его заготавливали правильным способом. Но в 90-х многие поля были заброшены. Место других культур тут же занял борщевик. Ученые подсчитали, чтобы уничтожить весь борщевик, растущий в нашей стране понадобится до полутора триллиона рублей. Но опыт показал, что борьба с борщевиком гораздо опаснее самого борщевика. Гербициды, которыми его пытаются уничтожить, надолго остаются в почве и воде. Кстати, знаменитый русский ученый Николай Иванович Вавилов подсказал абсолютно безопасный способ борьбы с борщевиком – посадка топинамбура, который сам по себе тоже биологическое чудо. Борщевик для топинамбура – превосходное удобрение. После вспашки и дискования почвы топинамбур занимает место борщевика. Российские ученые изобрели вообще стопроцентную экологическую ликвидацию растения при помощи особого излучателя. Но главное – понять. Борщевик – очень ценное растение, данное нам природой. Поэтому его нужно не изничтожать, а правильно использовать путем развития инновационных биотехнологий переработки. А в заключении – несколько полезных советов. Если вы прикоснулись к борщевику, немедленно закройте это место от солнца. Промойте водой с хозяйственным мылом, затем спиртосодержащим раствором. И 2-3 дня придется посидеть дома. Активность фура кумаринов максимальна в течение первых 48 часов. Все есть лекарства, все есть яд, и дело только в дозе. Этот принцип открыл еще Парацельс. И это касается не только трав и минералов, но и самых обычных продуктов питания. Мы есть то, что мы едим, гласит древняя мудрость. На самом деле, только одним правильным питанием и питьем воды мы можем полностью скорректировать свое здоровье. Продолжительность жизни человека лишь на 20% зависит от генетики и на 80% от образа жизни, внутреннего настроя и питания. Питание в этом вопросе играет ключевую роль. Как раз этим занимается наука нутрициология, набирающая сегодня все большую популярность, как реальная замена бесконечным таблеткам. Для тех, кому надоело зависеть от аптеки и врачей, кто хочет сам отвечать за собственное здоровье и здоровье своих близких, буквально на днях состоится открытый мастер-класс профессора-нутрициолога, автора комплексной оздоровительной системы Амарант Дмитрия Сойна. Как стать востребованным экспертом по здоровому питанию, нутрициологом и не только восстанавливать свое здоровье, но и при желании зарабатывать от 100 тысяч рублей со второго месяца работы? Вы освоите базовые принципы и специфику работы нутрициолога? Узнаете, как можно с помощью выбора рациона питания, режима приема пищи, природных травяных лекарств кардинально и постоянно улучшать свое здоровье и здоровье других людей? Как можно четко определить, какой индивидуальный тип питания подходит лично вам и каждому человеку? В прямом эфире мы разберем пять основных факторов, которые нужно знать, чтобы освоить эту профессию и с помощью питания реально управлять здоровьем человека. Если вы хотите больше не зависеть от лекарств и научиться с нуля помогать другим людям, и даже если вы врач или уже занимаетесь этой темой, но желаете использовать в своей практике комплексный и индивидуальный подход к здоровью человека, чтобы пациенты получали больше пользы, то этот мастер-класс для вас. Зарегистрируйте сейчас и получите в подарок чек-лист «Анализ здоровья. Проверьте состояние своего здоровья» за пять минут. Участие не требует оплаты. Переходите по ссылке в описании и до встречи в эфире. На нашем канале вы всегда найдете лучшие советы по саморазвитию, по здоровью, по достижению своих целей и желаний в жизни, по семейному счастью. Подписываясь на нас, участвуя в наших трансляциях и мероприятиях, вступая в наш клуб, вы не только поддерживаете наш проект, но и начинаете постоянно и поступательно улучшать свою жизнь. Нас здесь уже больше полутора миллионов осознанных людей, и каждый может направить свою энергию на созидание, а поможет в этом духовная работа, понимание законов мироздания и, конечно, осознание.